Прошу вам оставить в покое газеты, смартфоны, взять ручки и очень внимательно вслушаться в содержании сегодняшнего семинара. В таких условиях, и внутренних, и внешних, мы еще ни разу не проводили свои совещания. Нам вообще крупно всем повезло. Мы то поколение, которое имеет возможность встретить в столетии Великого Октября, заявил о том, что верны мы знамени Ленина, что мы все сделаем для того, чтобы продолжить великое дело построения обновленного социализма, что мы сохранили красный ген, знаем историю и все сделаем для того, чтобы новое поколение впитало традиции патриотизма, справедливости и дружбы народов, которые мы унаследовали от тысячелетней истории российской державы. Обратите внимание вот на этот календарь. Это исторический календарь, календарь на 1917 год. Если вы внимательно смотритесь, 1 января тоже воскресенье. Календарь точь-точь совпадает с календарем текущего года. Это вообще очень любопытное и знаменательное событие. Но, демонстрируя этот календарь, хочу вам напомнить, что накануне января 1917 года в средине декабря к царю Николаю пришли лидеры шести думских фракций. Не встаю повторять, что они образовали прогрессивный буржуазный блок. Там не было ни одного большевика. Большевики, которые представляли нашу партию, были давно уже сосланы в Сибирь и отбывали там каторгу, по сути дела. Эти лидеры заявили государю очень близко к тексту. Государь империя распадается, промышленность парализована, транспорт дезорганизован, армия дезертирует. Мы находимся на краю катастроф. Надо срочным порядком сформировать дееспособное правительство. В противном случае нас ждет большая беда. Царь соглашается. Через два дня отказался. Он был подвержен влиянию домашних и распутиных. В свое время Александр Третий, когда Николай входил на царство, сказал, Николай же к царству не готов. Бог не дал ни ума, ни воли. Его завещание отца довольно любопытное, интересное. Николай не выполнил по всем статьям. Он продул русско-японскую. Никакой необходимости не было ввязываться в Первую мировую. И отказал после русско-японской принять решение о введении начального среднего образования. Его ввели в 16-м году, когда уже проиграли Первую мировую. Если вы внимательно переполистаете газеты за январь 17-го года 100-летней давности, вы для себя сделаете большое открытие. Ни в одной газете. Ни одного слова. В самой желтой, что в феврале будет революция. Ленин, находясь в 10-й году за границей, пишет, в России все глухо, революции не предвидится. Человек, который мечтал и готовил социалистическую революцию, тоже оценивал ситуацию как довольно глухую и сложную. Но она огорянула после того, как в конце февраля на Невском проспекте женщинам не досталось по куску хлеба. Они пришли с детьми. И женщины подняли бунт. Депутаты Царской Думы обратились к полисмейстеру Санкт-Петербурга. Требую усмирить их. Ответ его был предельно жесткий. С бабами воевать не буду. Все сгнило. У него под ружьем было 40 тысяч штыков. Вот так складывалась ситуация накануне февральской революции. Казалось бы, прошла буржуазная революция. Свергли царя. Сейчас на нас вешают всех собак. Всех собак, что пришли злые большевики, растерзали мощную и сильную империю, затеяли гражданскую войну. Все это сплошная ложь. И наша главная задача в год столетия всем показать и рассказать, что это полная ложь. Что ленинско-сталинская модернизация спасла державу. Что Ленин предложил еще в молодости анализ развития капитализма в России, где сделал несколько гениальных выводов. Он сделал вывод, что завершился раздел рынков в мире. Что новый раздел непременно будет сопряжен с большой мировой войной. Что в этой войне Российская империя, которая на 90% зависит от капиталов Лондона, Парижа и Нью-Йорка, неизбежно потерпит поражение. И что собрать великое государство можно не на основе национализма и имперских амбиций, а на основе труда, справедливости, дружбы народов. И предложил и партию нового типа, и предложил порядок организации по строению, и идеологию, связанную с развитием социализма, и план НЭП, и план ГОЭРО. Ленинско-Сталинская модернизация дала лучший пример за всю историю человечества, как можно собрать мирно и демократично распавшиеся государства. Его собрали на съезде Совет. Как можно объявить пять лозунгов, за которыми пошла вся страна и захотела слушаться эти лозунги. Страна обескровленная, где в каждом доме было оружие, где были страшные потери и унижения, и тем не менее, она захотела слушаться, когда он предложил передать власть Советов и пошла за Ленина. Когда сегодня говорят, не так правили, не за теми шли, не те подписывали, никаких других документов, кроме подписи Ленина, под созданием Российской Федерации, нет в мире. И поэтому те, кто отвергает ленинско-сталинскую модернизацию, кто не желает отмечать это выдающее событие, те, по сути дела, преступники против нашей державы, нашей государственности, ибо Российская Советская Республика продолжала лучшие державные традиции нашей тысячелетней истории. И не случайно Патриарх, выступая два дня назад у нас в Думе, прямо заявил, что мы должны объединить Святую Русь, державную Россию и Советскую Справедливость. Да, мы в состоянии уверенно смотреть будущее. Вот наша одна из главных задач этого юбилейного года изложить всем, прежде всего молодым людям, суть развития событий, которые были тогда. Если вы откроете учебники даже исторических факультетов, вы ахните, там нет антанты, там нет правдивого писания гражданской войны. Октябрьская революция, по сути дела, прокатилась по всей стране бескровно. Гражданскую войну начали весной 1918 года с бунта белочехов. Советское правительство согласилось их вернуть. Они были, их корпус включен в французскую армию. Они подняли бунт в Сибири, а во все порты российского государства советского высадилась антанта, начиная от Мурманска, Архангельска до Дальнего Востока. У Ленина не было армии. Он обратился ко всей стране в социалистическое отечество опасности. С нуля сформировал четырехмиллионную армию. 80 с лишним тысяч царских офицеров, среди которых не было ни одного рабочего крестьянина, в полном составе пришли защищать советскую власть. 600 человек генштаба военно-морского флота, где были одни аристократы, защищали советскую власть. Но представил комиссаров, которые должны были смотреть, следить и выполнять револию советского правительства. Он показал образец диалектики, гениального прозрения, умения формировать сильную политическую организацию и одержал выдающуюся победу. Но мы должны суметь всего девять месяцев, даже больше, восемь, потребовалось временному буржуазному правительству, чтобы добить империю. Восемь месяцев пять составов правительств сменилось. Первым составом буржуазного правительства были все масоны, кроме министра железнодорожного транспорта. Они выполняли не волю граждан, они выполняли волю своих хозяев. И лишь Ленин вместе с Сталином и партией Большевиков последовательно отстаивали. Какой ценой это давалось, сейчас трудно даже пересказать. Но мы договорились, и наши идеологи должны все это сделать. Есть в алгоритме отпечатанный по дням все, что происходило до октября. Все по каждому дню. И если мы сейчас начнем печатать в своих газетах красной линии, вы просто ахнете, что творилось в стране. В половину губерниях было введено военное положение. Каким образом столица оказалась практически без хлеба и продовольствия. Кто перекрывал каналы. Вот эта ложь, которая сочится из всех этих желто-грязных источников, либеральных средств, из официальных структур власти. Она должна нами разоблачена быть в полной мере. Тогда будет успех подготовки к этой выдающейся дате. Для нас это самая принципиальная задача. Я каждый день встречаюсь с молодыми людьми и просто ужасаюсь от того, что они ничего не знают из истории своей державы. Ничего не знают о Ленине, об октябре, о ленинско-сталинской модернизации. Для этой работы мы с вами подготовили гигантские материалы. Еще два года назад, в январе месяц, собравшись в президиум, судил, мы должны подготовиться к качеству, мы должны осмыслить все процессы, исходя из нынешних явлений и так далее. Мы должны все сделать для того, чтобы этот материал подать ярко и убедительно доступным, нормальным русским языком. И тогда мы засели за анализ всех процессов. Тогда мы за две недели до пленума опубликовали большой разворот правде из Советской России доклада. Тогда мы рассмотрели на пленуме и приняли с вами исторические решения. Два года мы занимались этим, готовя соответствующие материалы. Я должен сказать, они все есть у вас. Есть у вас. Вот у меня я подобрал, у меня огромная библиотека по шику. Все есть абсолютно. Вот этот материал вышел, вам раздали, время выбора, время действий материал. Здесь обобщено все, что мы накопили за последние годы. Не надо лазить по всем газетам. Тут есть и материалы пленума, есть и народные предприятия, как форма организации жизни в современных условиях. Есть все, что связано с предательством, идеологией и наше обращение письма. Здесь есть опыт наших лучших организаций. Вышла вот эта моя работа «Глобальное порабощение России». Сейчас попросили итальянцы, недавно были, просят перепечатать. Не знаю, то ли с запозданием дошла до них, но она отвечает на те вопросы, которые сегодня стоят ребром. Я бы очень попросил всех наших товарищей максимально внимательно отнестись к тому капиталу, который мы вместе с вами наработали. Сейчас не время не просто выбора и действий, а время точного осмысления происходящих процессов и подготовки программных документов. Наша программа «Десять сагов достойной жизни» отвечает на вызовы современности. Под нее подготовлен пакет законов по всем главным направлениям. Мы можем гордиться, что партия идет в столетию хорошо оснащенной и теоретически, информационно и политически. Организационно, как показалось в собеседовании, абсолютное большинство организаций здоровы, крепки, хоть побиты были изрядно в ходе выборной кампании, но не потеряли волю к победе, сопротивлению и решению самых насущных задач. Какие надо сделать сегодня главные принципиальные выводы? Прежде всего, в теоретическом плане надо показать, что все прошлое столетие прошло под знаменем жесткой борьбы труда и капитала. Труд показал, труд и справедливость, что они могут побеждать в революции, что они могут воссоздать мирно на съезде советскую страну в новой форме, но собрать распавшиеся государства, что они могут пройти путь от НЭПа и ГОРО до величайшей индустриализации за 10 лет 6 тысяч лучших заводов и 41-й встретили крупнейшей державой мира, лучшим станочным парком, самым образованным населением и самыми подготовленными командирами и комиссарами. Когда фашистских генералов допрашивали, они сказали, мы проиграли войну не только Красной Армии, мы проиграли советскому учителю, мы проиграли войну патриотизму советскому, который не делил нас на русских, украинцев, белорусов, евреев, татар, армян, азербайджанцев. Мы были единым советским народом, потому и победили. Но надо одновременно показать величайшую тактику, которую реализовывал Сталин в этой политике. Он еще в феврале 31-го года, после первой пятилетки, собрал передовиков производства и главных специалистов заявил, нас били исторически, били не раз, били турецкие, били у нас монгольские ханы, били турецкие беки, били польско-литовские феодалы, били японские бароны, били буржуи Англии и Франции, били за отсталость. Или мы сейчас пробежим за 10 лет то, что Европа прошла за 50-100 лет, или нас снова со мной. Его услышала вся страна. Мы сумели за 10 лет пройти этот период, потому и победили. Это надо тоже показать настолько уверенно и убежденно, что вы увидите, молодежь откликнется на это. Я участвовал в передаче «Имя России». Я защищал ленинско-сталинскую модернизацию. Мы по этому опыту подготовили Новиков своей командой четыре блестящих фильма. Вы обязаны их просмотреть, прежде чем пойдете в любую аудиторию. Это всего займет у вас полтора часа времени, но вы почувствуете и поймете весь аромат, всю сложность, драматизм и одновременно величие этой эпохи. Никто в мире еще не добивался за 20 лет при модернизации средние темпы 16,4%. Китайцы в связи с реформой Дэн Сиапина повторили в известной мере этот опыт, но у них средние темпы были 10-12%. Против этой логики и этих показателей ни один мерзавец не сможет вам отразить. Они будут размахивать руками, увлекаться эмоциями, но аргумента у них нет. Поэтому мы обязаны показать, что труд, труд, прежде всего, и справедливость, сумели создать великое государство, одержать победу, прорваться в космос, создать ракетно-ядерный паритет. И как только эти высшие идеалы Горбачеву, Яковлему, Шевернадзе и Ельцин были преданы, так все и посыпалось. 25 лет страна кувыркается, строившись в госамериканскому либерализму. Результат самый отрицательный. Хуже некуда. 80 тысяч производств угробили. Целые отрасли. Сейчас государственный патриотизм во внешней политике и по-прежнему либеральная финансовая политика внутренней. Она неизбежно приведет к худшему, чем было до 2017 года. Поэтому мы должны, разоблачая нынешний курс финансово-экономической, опереться на всю толщу последнего столетия и показать, что капитал и труд и сегодня жестко борются за будущее человечества и планет. Если за социализмом будущее, планета выживет. Сама планета давно проголосовала за социализм и возмущается против ее дикой эксплуатации тайфунами, пожарами, наводнениями и всем остальным. У нас есть три варианта мировой политики за сто лет. Новый мир, объявленный Лениным и Сталином, новый порядок, объявленный Гитлером, когда стали жарить подобных и коричневый коросток покрыли не только всю Европу. И новый курс Рудвельта, которым называли красным президентом, который прислал к Ленину и Сталину двух лучших экономистов. И после нескольких месяцев знаком с нашим опытом, приехали, докладывали Рудвельту потрясающее, что они делают в области экономики. Но однопартийная система нам не годится. Когда Рудвельта спросили, будем ли капитал Маркса включать в учебные программы, он сказал, мы одним коммунистам эту умную книгу не отдадим. И капитал был включен в качестве факультативного занятия для многих университетов и факультетов. Если вы сегодня посмотрите, могу продемонстрировать программу Трампа. Я ее посмотрел и прочитал. Я ахнул. Они нашей средствой информации ничего не говорили. Все обсосали. Какой галстук, что, куда, вот, кого трогал и так далее. Но ничего не сказали о программе. А он приехал в Гетербург, где закончилась гражданская война США. Она была более кровопролитной, чем у нас. Я специально ездил, когда выступал в их университетах. Я выступал в четырех столицах их ведущих. В Вашингтоне политической, в том числе час прямая передача была по телевидению. В Нью-Йорке, в Совете по международным отношениям, куда приглашают только избранных, но не пускают средства информации. Справа сидел Рокфеллер, слева его дочка, напротив главные ЦРУшники. Я не ожидал такого внимания, но они задавали много любопытных вопросов. Вот, в Бостоне, где Гарвардский университет, сидели за столом, в Дежинске Ричард Пайс, маршал Голдман, и два часа задавали вопросы относительно наших взглядов и нашей программы, в принципе. А потом в Хьюстон пригласили миллиардеры выступить перед теми, кто владеет капиталами. Пришлось перед ними выступать. И все задавали вопрос, кто за вами стоит. Я говорю, а почему вы такой вопрос задаете? Ну, говорит, вы набрали более 40%. Партию предали, флаг сорвали, кассу украли. В принципе, это не восстанавливается. Я говорю, за мной стоит Родина, Россия, Родина, народ. Говорит, кончайте шутить. Сколько это стоит? Я говорю, почему вы такой вопрос задаете? 40% это примерно 40 миллиардов стоит долларов. Я говорю, если бы нам кто один дал, мы бы давно все выиграли. Речь Трампа в корне отличаются от того, что они проводили в последнее время. Что он будет проводить, я не знаю. Восторг Жириновского я абсолютно не разделяю. Трамп продукт своей страны, своей эпохи. Я в свое время написал, опубликовал работу «200 лет американской мечты». После этого они меня и пригласили. Хотя коммунистов они, как правило, не приглашают. Вот. И сделал вывод, что за 200 лет менялись президенты. Даже климат и погода, не говоря о технологиях. Но стратегия их не изменилась ни на йоту. Два миллиона скальпов встали из бедных индейцев, загнали последних в резервации, вот, поиздевались над Африкой. Когда они негров на свои плантации возили, там по следам акул можно, каждый третий, кто был в корабле, умирал и сбрасывали акулам и так далее. А затем между собой подрались, когда конфедераты решили уйти. Да и первые президенты были рабовладельцами. Если бы они подходили с американцами с нынешних наших позиций, ну, рабовладельцы. И тем не менее, когда решили выйти, у них Конституции было записано, вначале можно выйти, то президент вел жесткое военное правление и разродилась гражданская война. Но победив после войны, нашли способ примириться, но поправку из Конституции о том, что можно выйти, они убрали немедленно. Я спрашиваю, почему у вас невозможно на телевидении выступить и сказать, что Аляску надо отдать России. Во-первых, по дешевке купили, а во-вторых, и деньги не отдали до конца. Они сказали, а мы собирали, говорит, по крохам. Если разрешить кому-то выйти на телевидение и сказать, надо что-то отдать, тогда Манхэттен надо отдать голландцам, Флориду, испанцам, два штата Аляску, вам, два штата мексиканцам, что от нас останется? У них самая жесткая законодатель с точки зрения территориальной целостности. Он у нас выходит и начинает самое, давай то отдадим, давай этот отдадим и так далее. В этом отношении советская страна демонстрировала позиции подставления своих интересов. И так возвращаюсь к идее труд и капитал. Они схватились в этой борьбе и уверен, что труд все-таки одолеет и победит. Поэтому и победил Трамп, если вы посмотрите его программу, 9 основных законов, 6 мер жестких по борьбе с коррупцией и нашествием тех, кто сегодня едет толпой в Америку, и одновременно 7 мер по защите трудового народа и рабочего человека. Он почувствовал, что если и дальше будет проводиться глобалистский курс, то сделать ничего невозможно. Но против него выступили все главные миллиардеры, 90% средств массовой информации, 90% и сейчас продолжают. Конечно, там будет непросто. Там ястребы остались, там те, кто торгует валютой, остались. Доллар напечатать, строить 6-7 центов, но за 100 долларов бумажку нужно что-то купить. Поэтому там впереди еще большая сложная схватка. И в этой связи у нас появляется дополнительное окно возможностей. Если мы его упустим по линии государственно-политической и упустим по нашей линии, то нам история не простит. У нас сейчас есть возможность, с одной стороны, опираясь на толщу столетий, уникальный опыт, великие победы и преобразования, показать людям, что это путь выхода обновленный социализм. Есть программа, есть сильные лидеры и кадры, есть уникальный опыт народных предприятий. Мы в состоянии это сделать и убедить граждан. Но это требует исключительно активной, творческой, грамотной работы. Поэтому весь состав первых секретарей, состав наших районных организаций, всех структур и все комитеты должны быть отмобилизованы на полную катушку. Но это требует колоссальной творческой работы индивидуально каждого. Просто так прийти и сказать, что мы правы и так далее, вас не будут слушать. Но если вы сумеете доказательно, профессионально, грамотно, опираясь на лучшие традиции, тогда получим нужный результат. У человечества была возможность исправить ситуацию. Оно, в принципе, дважды принимало такие меры. После того, как мы в космос улетели, высадились на Луне, американцы, мы послали свои первые станции на Венеру и Маркс, собрали самые талантливые люди, в Вашингтоне, ровно 50 лет тому назад. Если вы откроете итоги их решений, вы просто ахнете. Они не менее удивительны, чем газеты 17 января 17-го года. Тогда они и сказали, технологически можем решить все. Есть возможность накормить страну, избавиться от бедности. И перечислили главные победы, которые добьются через 35 лет, в 2000-м году. Первое, избавимся от бедности. Второе, победим болезнь. Третье, все сделаем для того, чтобы у каждого была квартира, то и КТР. И самое любопытное, уже наметили время, когда сделают мировой фейерверк по причине уничтожения последнего ядерного оружия. Ну, какая идиллия, какая прелесть. Ну, чего я, все, конечно, желаю. А когда собрались в 2000-м году и стали подводить итоги, то просто ахнули. По линии он подводили итоги. Десять опасностей стали только жестче и так далее. Бедность еще больше. Раскол в мире достиг колоссального размера. Восемь миллиардеров владеют капиталами, которые владеют полчеловечества. Вот, с точки зрения жилья положение не улучшилось, ухудшилось. Болезни появились новые, но на девятом месте был терроризм. Когда в 2015 году собрались, развели руками, оказывают терроризм, попал в первую тройку и стал самой главной бедой человечества. Принципиальный вывод заключается в следующем. Ни рынок, ни капитал, никакие социальные проблемы не решат. То, что предлагают глобалисты, это концлагерь интеллектуально-бытовой, электронный, похлеще гитлеровского. И они стали протаскивать все от детской ювеналии до чипа, который тебе завтра под лопатку сам и уколят, и тебя найдут в любой тайге и в любом государстве. С точностью до одного метра высчитывают. И этого испугались, в том числе и американцы. В том числе и англичане, которые проголосовали против того, чтобы и дальше подчиняться антанте европейской. Проголосовала глубинная Америка, глубинная Англия, Уолл-стрит и Лондон-сити. Проголосовали три четверти за то, чтобы продолжать старую глобалистскую политику. И вот сейчас эти две силы столкнулись лоп-лоп. Поэтому надо проявлять удивительную гибкость и одновременно редкую настойчивость к укреплению внутренней безопасности. Не устаю говорить, мы умные, сильные, образованные и справедливые в этом мире никому не нужны. Но у нас осталось от Балтики и Черного моря до Тихого океана два процента населения планеты, а треть главных стратегических ресурсов. Нас разорвут по хлещам Югославия, Ливия и Рак вместе взятые, если чуть ослабленным с точки зрения национально-оборонной безопасности и крепости характера духа. Но невозможно это реализовать без советского патриотизма, чувству коллективизма и справедливости. Поэтому наши идеи все больше будут востребованы обществом. Многое будет зависеть от того, насколько профессионально и грамотно все мы сможем это подать. Короче говоря, мы можем предложить альтернативу олигархическому капитализму. И с этим согласятся очень широкие круги, на мой взгляд, в том числе и национально ориентированный капитал, который душится похлеще, чем все остальное. Сегодня столкнулись и у нас Гайдаровский форум, Даводский форум и то, что происходит. Я прочитал все новые программы. Кудрина, должен сказать прямо, что это пока единственная цельная программа дальнейшего якобы развития. Он опросил всех министров, опросил со всех институтов, но выстроил ее под старую Гайдаровскую, МВФ-овскую схему. Продаем последнее. Последнее. Самая большая сделка, вот они ее рекламируют. Они эти деньги получили бы в следующем году, а теперь они их не получат. А за три года получили бы в три раза больше. И их тоже не получат. Эта сделка национально абсолютно невыгодна. Но они рекламируют, как крайне важная сделка. Тем более Катар участвует. А Катар, собственно говоря, был главным финансистом всех беспорядков в Сирии и тому подобное. Поэтому надо пять раз весить и посмотреть. Дальше Кудрин говорит, все надо сделать для того, чтобы продолжить реформу в образовании и науке. Но она уже привела к тому, что мы видим. Баба ЕГЭ, Угадайка и все остальное ликвидируют классическую русскую и советскую школу. Они были лучше. Посмотрите, с каким трудом разворачивается все это дело. Ну и дальше предлагает убрать государство, чтобы оно никому не мешало. И было главным сторожем при олигархической собственности. И дальше встроится в ход в той же самой Америке. Хотя Чубайс орал недавно в Давосе. Паника там началась, что Трамп не хочет продолжать глобалистскую политику. У нас есть болезнь, которая нас преследует веками. Она называется одним словом расколу. В свое время пришлось исследовать эту тему и проблему. Вот три смуты на протяжении трех веков российской истории. Меня поразило, что они очень похожи. Они начинают с паралича верховной власти. Раскола власти. Этот раскол начинает расползаться вниз. Вот если вы после отставки царя увидите деятельность временного правительства и посмотрите, парализованы были все сферы жизни. Ничто не работало. И большевикам хватило ума и воли. Ума и воли. Их порядку, как писал один из анархистов, согласились подчиняться даже те, кто вчера проповедовал идеи анархизма. Поэтому высокая дисциплина, ответственность, прежде всего партии и служение делу трудовому народу должно руководиться каждой. К сожалению, и в этот раз не все далеко выполнили решение ЦК. Как ты можешь завтра идти к избирателям? Например, в Томске первый секретарь, когда второй раз агитируешь за то, чтобы мы голосовали за их бюджет. Я понимаю, они иногда помогают структурам, они помогают и нашим структурам иногда. Но ты не сможешь прийти объяснить людям, что этот бюджет хорош. Отвратительный бюджет. Три материала посвятил, и Любовь Никитича помогала готовить вместе с лучшими специалистами. Этот бюджет деградации дальнейшей. Мы рассчитали, Кашин, своей службой сидела целая группа большая, что бюджет развития начинается с 22 триллионов, лучше 25. Но 13 не решает ни одной проблемы. Есть закономерности в этом деле, которые не можешь ты их переступить. Чтобы стране провести индустриализацию вынужден был гигантские деньги вкладывать в науку и образование. Их не было. Занимали, лезли, хлеб продавали. Еще там золото и остальное. Но реализовали эту программу. Современная Куба 10% тратит на социальное образование. А у нас 2-3%, а надо минимум 7%. И ни по одной статье, ни по науке, ни по здравоохранению, нет их. Ты не можешь жить богато, если у тебя 25-30 тысяч в кармане. Ты можешь что угодно людям объяснять, что ты решишь. 72 человека из 100 живут на 15 тысяч рублей менее. Заплати коммуналку, посмотри, и ты сидишь с голым задом и с пустым карманом. И это надо уметь людям показать и рассказать. Образа Путина, с ним трудно сейчас спорить. Создали они Ореол. Но если вы рядом поставите Чубайса, который продал всю собственность меньше 3% реальной стоимости, если рядом поставите Сердюкова, который чуть армии не угробил, если рядом поставите Фурсенко, который ликвидировал классическую русскую советскую школу, Ливанова, который ввел эту бабу-югу, от которой тошнит сегодня всю страну, если рядом поставите Дворковича, который селом руководит, ничего не понимая в нем, тогда это совсем другой вопрос. И если вы в ответ представите свою команду, свою команду, ни одного, а ни второго, команду, 10-12 человек правительства народного доверия, то вам есть чем идти к избирателю и есть чем убеждать. А сейчас Мельникову подробно расскажут, какая у нас ответственная очередная выборная кампания и следующая. Поэтому мы должны понимать, речь идет о командной сильной работе на основе крепкой программы. Поэтому расколы, которые сегодня в обществе, они только усиливаются. Время заканчивается. Два слова относительно первоочередных мер. Надо сосредоточить внимание вокруг производства. Вот если бы Казанков каждый день не занимался народным предприятием, если бы Харитонов, будучи там, не увидел огромную опасность, сказал, Зюханов, срочно приезжай с командой, разорвут на часть. Две тысячи человек возили, ходили с красным знаменем, 60 километров поход на столицу, и там против ОМОНа сражались три часа, тогда мы сломали ту шайку, которая там хотела уничтожить предприятие. И сейчас ходят, как шакалы вокруг. Но это лучшие предприятия в Европе. Если бы Кашин не сражался за совхоз имени Ленина вместе с Васильевым, давно бы не было и совхоза Ленина. он сегодня лучшие предприятия России, средняя зарплата 77 тысяч, построили уникальный детский сад, потрясающий, детский парк, великолепную школу сдаем, такой школы нет в стране, это рядом с Москвой. Все агитируем, у нас готовы фильмы, 10 фильмов о лучшем опыте. Кто придет с таким фильмом, в любую аудиторию, включит на 20-30 человек, планшет скажет, ребят, давайте глянем, вы увидите их лица, приходят полунищие, обобранные, униженные, с настроением, с которым не воюют и не сражаются. И после этого фильма короткого смотришь человек, глаза загорелись, оказывается можно, оказывается есть опыт, оказывается давайте решать проблемы. Поэтому мы должны показать, что этот курс в области производства абсолютно пораженческий. Причем у нас аргументации убийственные. В 2012 году еще были приросты, за 4 года потеряли 8% ВВП, недополучили 100 триллионов, это 40 триллионов бюджета, 3 бюджета, и мы единственная страна, которая в прошлом году проседала, они же нас только Украина. Вот финансово-экономическая политика, правительство Путина. Но у нас стоит за отставку правительства на сайте 166 тысяч подписей. Если собираем что-то делать, тогда давайте разъяснять. И так, чтобы до людей дошло, чтобы не холостой выхлоп был, а чтобы был результат соответствующий. Мы должны все сделать, чтобы помочь регионам, детям, женщинам, старикам. Готова программа. И в этом отношении женский союз и все структуры должны работать на полную катушку. Особый пример дети. Любая аудитория откликается. Вот здесь с четвертого будем принимать снова детей из Донбасса. В прошлом году 2000 человек отдохнуло, вылечились, и в этом году 2000. При всех за и против приняли и проголосовали о поддержке. Завершаем строительство Артека. 10 миллиардов освоили. Еще два объекта построим. Будет лучший детский центр в мире. Мы вернули ему советское имя и многое, что связано. Не нравилось тем, что закрыли детские организации. Удалось убедить, Путин подписал распоряжение восстановления детско-юношеских организаций во всех учебных заведениях. Наши ребята 15 тысяч уроков Знамя Победы провели в школах. До этого нас туда не пускали. Давайте наращивать, наращивать, и вы увидите отдачу, колоссальную отдачу. Она обязательна. Сейчас онкобольные дети. Вот построили 4 корпуса. Никак не добью, чтобы оборудование оснастили. Мы должны выдавить по первому кварталу. Такие деньги есть. Расчетный доллар 40, расчетный баррель 40 долларов, сейчас 55 идет. Минимум триллион сверху будет. Но что пошло не в казну чужие банки, а пошло на конкретные объекты. Вот за это надо сражаться. За это надо каждый день сражаться. И люди увидят, что мы партии и больших, и малых дел, и великих новых проектов. Тогда и получим прекрасный результат. Ну и надо иметь в виду, что у нас есть конкретные народные предприятия, можем расширить. Мы вот попросим Левченко, у него Сумарокова отлично работает, но этого мало. Этого мало. Байкал сокровищница мира. Четверть мировых запасов чистой пресной воды в Байкале. Закрыли тот завод, который загаживал, но надо сделать так, чтобы эта программа байкальская была под флагом Левченко реализована на полную катушку. У нас Локоть добился впервые в стране мэр крупнейший город, после Москвы и Ленинграда третий город, единственный город за два года по более квадратного метра на человека строить жилья. За год 15 детских садов построил, даже в этих условиях реализует программу. Поэтому давайте Богачев получил 60 тысяч тонн хлеба отборного в одном хозяйстве, вот это поднимать на щит и показывать. Особые ситуации коммуналка, капремонт и все остальное. У нас готова программа поддержки граждан, выступал с ней вот самый Ирашкин, выступали другие, там ясно совершенно, что нужно делать, давайте ее раскручивать, развивать. Свой лес, свой дом, свой сад, своя дача, свои авиации, свои дороги, целые программы. Уцепиться надо в конкретную программу и реализовать простой принцип. Царство небесное, Валентины толкуновой с комсомола дружили. У нее был хороший принцип жизни. Хоть одно маленькое, но доброе дело делать каждый день и никому не мешать. Мы обязаны хоть небольшое дело делать близким, соседям, друзьям, своим соратникам, и тогда будет большая отдача. Надо сочетать великие идеи с заботой о ближних. Любить все человечество легко, а вот помогать и поддерживать это гораздо сложнее. В целом программа у нас готова. Мероприятия намечены. Впереди у нас пленум против русофобии, антисоветизма. Если не осознает в том числе и страна, что нас не взяли ни Батыни, ни Наполеона, ни Гитлера, нас разгромили антисоветизмом русофобии и оголтелым национализмом. То, что случилось на Братской Украине, наглядный пример этого. У нас есть очень влиятельные силы. И есть этот фурункул, называется центр Ельцина, где нет российской истории, где одни ублюдки правили страной, кроме алкоголика Ельцина. А я с Ельциным соседей, он надо мной жил. Я более пьяного руководца в жизни видел. Я его знал как облупленного. Я проводил у него в Екатеринбурге мероприятия. Здесь он Москвой занимался, я курировал. Я видел во всех ипостасях. Когда его стали поднимать на щит демократ, талантливый государственный деятель. Он Житиневу, моему другу, секретарю по идеологу, найди что-нибудь у Ленина. Он ни одного труда не читал. Он не понимал ни логику исторических событий, не знал и остальное. Но из него сделали идола. И сегодня тянут для того, чтобы колоть страну поберег. Мы должны с вами все сделать, в том числе и подготовившись к этому пленному, еще усилить наши, удвоить усилия в борьбе против антисоветизма и русофобии. Антисоветизм и русофобия неразделимы. Кто занимается русофобией, тот не понимает. В гражданскую войну пятачок в 7% остался на коренных русских землях. И это должны помнить все и националы в том числе. Русский дух и характер не принял капитализм в том виде, как есть и не примет и сегодня. Подавляют всячески, и языком издеваются, и школу гробят, и науку ликвидируют, и талантливых людей из страны выдавливают, и здесь опошляют любого маломальски яркого лидера. Эта тактика давно выработана. Я интернационалист по характеру, но я прекрасно понимаю, без русского духа, русской культуры, русских традиций, эти просторы существовать не могут. Они развалятся. Как только ушли защитники из Кавказа, так и началась драка бесконечной. Поэтому мы формировали тысячу лет народы, собирая, прежде всего опираясь на уважение к каждому языку, каждой вере, каждой культуре, каждому народу. И не зря 190 народов и народностей в советское время получили все письменность свою, никого не унизили, никого не уничтожили, все сделали для того, чтобы дружба восторжествовала. Идя к столетию, мы будем идти под флагом «Тружбы, труда и справедливости». Уверен, мы эту дату встретим достойно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ